Сумерки Богов Как часто по-русски мы используем фразеологический оборот «финита ля комедия», забывая о том, что по-итальянски все же должно звучать несколько иначе. Но в любом случае смысл остается одинаковым, и по некоторым источникам это выражение использовали актеры еще древнеримского театра, намекая, что пора начать аплодировать. Напомню только, что комедия – это не только нечто смешное, но и все, что не трагедия. Это противопоставление в музыкальном театре остается особенно актуальным, ведь на 90%, а то и больше, опера сегодня – это трагедия во всех ее межжанровых и пограничных проявлениях. Не знаю, как вы, но я никогда не использую в качестве цели для похода в оперу веселую оперу, а то знаете, как надоела смерть на сцене. Вот я так никогда не делаю. Опера «Буффа» родилась когда-то в Италии, чтобы занять паузы между отделениями оперы серии. И, несмотря на свою популярность, как мне кажется, уже сотни лет испытывает серьезные проблемы. Поставить и сыграть комическую оперу намного сложнее, чем трагическую. Когда я отправился в опера «Гарнье» в Париже на возобновление постановки «Дона Паскуали» до Ницети, оперы, родившейся именно в Париже 180 лет назад, я пытался вспомнить, сколько удачных постановок оперы «Буффа» я видел в принципе в своей жизни и как-то понял, что перечислить это можно по пальцам одной руки. Именно поэтому, оказавшись в столице Франции ради премьеры Луенгрина Вагнера в постановке Кирилла Серебренникова, о чем я уже рассказывал, я отважно купил билет и на спектакль во дворце «Гарнье», ведь на афише значилось имя итальянского режиссера Дамьяно Микелетто, а он, наверное, сегодня один из трех режиссеров, который прочно ассоциируется у меня с удачами на поприще опера «Буффа». Два других – это Лоран Пи и Барри Коски. Последний тоже сегодня будет упомянут, ведь совсем недавно королевская опера в Лондоне транслировала «Золото Рейна Вагнера» в версии Барри Коски он начал ставить в Лондоне свое кольцо, вагнеровскую тетралогию. Но для начала надо вспомнить, что опера «Дон Паскуали» стала той границей, за которую писать оперы «Буффа» стало, в общем-то, стыдно. Верди все же создал последнюю свою оперу, такой, комической, но о пучине ограничился и вовсе однокном Джанни Скики. Кому стыдно не было, писали опереты, но сегодня мы видим, как из всех оперетов Фенбаха, скажем, больше всего исполняется его единственная опера-сказки Гоффмана. В общем, история уже доказала, что опера ассоциируется скорее с пафосом и трагедией, чем с фарсом и смехом. При этом совершенно не возбраняется немного посмешить публику в рамках сюжета, что и делали почти все композиторы со времен Монтеверди. И сотни лет режиссеры и дирижеры, которые брались за оперные постановки, так исследовали тенденции смеху, не место на оперной сцене целиком. До тех пор, пока оперный театр на наших глазах не превратился в театр режиссерский. А в процессе деконструкции любого сюжета, который стал одним из главных режиссерских приемов нашего времени, без смеха уже было не обойтись. И тут я вспоминаю русского философа и культуролога Михаила Бахтина, который развил на примере бессмертного романа «Рабле» теорию универсальной народной смеховой культуры. Во всяком случае, какой спектакль сегодня не возьми, в нем присутствуют элементы так называемой карнавализации. Голову заменяют зад, короля заменяет нищий, заметное издевательство над духовными, религиозными, да какими угодно общественными святынями. Можно назвать очень мало режиссеров, которые не прибегают специально к карнавализации. На ум мне в первую очередь приходит Дмитрий Черняков. А кто вам кажется таким режиссером? Напишите в комментариях. Но в 99% случаев мы видим именно намеренное желание соединить исповедальное с фантастическим, а серьезное со смеховым. Это уже, конечно, больше про труд Бахтина, посвященный Достоевскому. Причем прием этот сегодня больше всего применяется массово именно в трагических операх, где развенчание многолетней традиции делается намеренно, с надеждой, конечно, на потенциал обновления. Спасибо всем, кто посмотрел этот фрагмент обзора. Я продолжаю выкладывать небольшие отрывки каждого своего ролика здесь, на Ютюбе. Но если вы хотите посмотреть этот обзор, как и другие, полностью, то вам надо обязательно подписаться на канал Сумерки Богов на сервисах Бусти и Патреон. Ссылка на эти сервисы есть под каждым роликом. Стоимость подписки невелика, но на Бусти или Патреоне вы услышите любой обзор, до конца узнаете самое интересное о музыкальной жизни мира и увидите разнообразные видеофрагменты, которыми я иллюстрирую свой рассказ. На Ютюбе это было просто невозможно делать. А еще на этих сервисах нет никакой раздражающей рекламы. А я буду продолжать оперативно рассказывать вам обо всем самым интересном. Ну а кроме того, поддерживая канал Сумерки Богов, вы помогаете остаткам независимой российской журналистики и уж совсем в России загнувшейся музыкальной критики. Подписаться на Сумерки Богов в этих двух сервисах очень просто. После подписки вам уже не надо ничего делать, только наслаждаться обзорами. Сервисы сами сообщат вам о выходе новых роликов. По подписке на Бусти или Патреоне вы сможете посмотреть минимум 6 роликов в месяц с моими рецензиями на важнейшие постановки ведущих театров мира. Их может быть и больше, это зависит от уровня подписки. А кроме того, есть возможность слушать лекции, которые помогут вам подготовиться к трансляциям или походам в театр. Подписчики могут задавать и темы обзоров, которые я не оставляю без внимания. Регулярно там выходят ролики с анонсами премьер и трансляций. Они всегда бесплатные, я дублирую их и здесь на Ютубе, но вновь без музыкальных фрагментов. Напомню, на Ютубе продолжает оставаться библиотека из шести сотен обзоров, которые представляют весь спектр интересов меломанов. Рецензии на премьеры, интервью с артистами, старые тексты 90-х годов, много лекций, и все это совершенно бесплатно. Поэтому подписывайтесь и здесь, на Ютубе, чтобы в любой момент найти обзоры, охватывающие не только события последних пяти лет, но и представляющие широкую панораму развития музыкальной жизни в России и в мире. Каналов подобного рода нет в интернете ни на одном языке, по одной простой причине. Независимая музыкальная критика умерла давно не только в России, но и во всем мире. А здесь вам говорят только правду. Я начал делать это больше 30 лет назад, когда писал для ведущих российских национальных газет. И продолжаю это делать сейчас, когда жизнь вокруг стремительно меняется, и теперь только блогер может сказать то, что не может сказать ни один журналист. Подписывайтесь на Бусти и Патреоне, чтобы знать, куда поехать, что послушать в трансляциях и куда вообще двигается оперный театр в эпоху тотальной популяризации. Буду рад встрече с вами на Бусти и Патреоне. И до новых встреч на канале Сумерки Богов, где бы вы его не смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok